Мужчина Сидеть дома, нельзя выходить на улицу. В каких случаях возможно выходить? Таких случаев немного. Магазин, аптека, меньше контактов, больше здоровья. Правда, люди гадают, как сохранять иммунитет вне стен дома. И жалуются на неоправданно высокие цены на медицинские маски. Дезинфекцию магазинных площадок, улиц, автобусных остановок, подъездов начали сразу же после закрытия границ. Напомню, в Заминогорск нельзя въехать и выехать из него. Этот факт поначалу очень напугал людей. По словам главного редактора местной газеты «Заминогорский вестник» Людмила Кейбал, больше всего жители боялись остаться без продуктов и лекарств. Мол, границы же закрыты. Но власти быстро объяснили, для этих целей проезд разрешен. Доступ будет и для медиков. На базе стационара «Заминогорской ЦРБ» открыт госпиталь для лечения больных коронавирусом. Перепрофилированы все 39 сотрудников. И работы у них сейчас много. Большая часть сотрудников Карбалехинского рудника – змеиногорцы, а не вахтовики. У нас принято решение о том, что мы будем обследовать с даты 10 дней назад, от момента выявления вот такой вспышки, всех лиц, кто обращался за медицинской помощью с признаками острореспираторной вирусной инфекции. Это было 73 человека. Но жители не паникуют. Наоборот, в изоляции придумывают новые форматы помощи и поддержки. Люди выступили с инициативой, но как медики на нее отреагируют? Я не знаю, что они готовы купить и привезти фрукты сами просто для больных. Еще они у нас высказали инициативу, мы ее поддержали. О создании добрых слов, маленький флешмоб, скажем, добрые слова тем, кто в изоляции. Не хотелось бы, конечно, к вам попасть, хотя знаю, что вы специалисты своего дела, и вы обязательно нас всех вылечите, и все это когда-нибудь закончится. Дай вам Бог здоровья, счастья вашим детям, близким, родителям. Не болейте, мы тут переживаем за вас. А пока строгий режим в муниципалитете продолжается. Сколько он продлится, никто пока не решается предугадать. Анастасия Драган, день с толком.